добрый день сегодня сниму видео посвященные такой теме с чего начать часть 2 отливка из гипса сегодня будем отливать вот такого бычка отливать будем вручную расскажу сколько материала потребуется для отливки этой фигуры что за материал будем использовать именно какой гипс каких пропорциях будем замешивать чем замешивать и как подготовить форму и так давай начнем предположим с моделью мы уже определились это у нас наш бычок знаем точно кому мы будем ее продавать и еще одно предположение что мы уже изготовили силиконовую форму вот так выглядит наша силиконовая форма заглушка но форма у нас состоит из двух частей форм поскольку не сложно состоит из двух частей первое нам надо подготовить форм как готовим форму для этого мы используем капля капля это мыльный раствор которого будет выводить с поверхности с углубление поднутрений нашей силиконовую форму пузырьки воздуха то есть наша отливка процессе будет становиться качественнее есть обычный мыльный раствор разный мыльный раствор дают разный результат который некоторые добавляют количество пузырей некоторые убавляют проверено работает наносим как наносим легкими движениями не надо полностью заливать слегка смачиваем нашу форму и в обратном последовательности и собираем то есть лицевая часть проверяем что все попало по замка форму форма наша готова второй этап нам необходимо подготовить гипс то есть отмерить его завесить можно также разделительный слой не разделительная мыльным этим раствором нанести на поверхность нашего дна на основании значит гипс какой у нас будет гипс гипс будет г-16 самарский почему именно он то есть самарском гипсе уже добавлены специальные добавки присадки модификатора не знаю что еще там эта технология их держит его в секрете поэтому гипс находится в жидком состоянии в жидко текучем состоянии гораздо больше времени чем все остальные гипсы на сегодняшний день самарский гипсовый комбинат является лидером по продаже реализации изготовлению сухих смесей именно гипсовых многие сувенирщики те кто занимается производства сувенирной продукции используют самарский г-16 гипс только в качестве первого слоя то есть они производят обкатку за два раза и первой частью используют г-16 самарский а второй чтобы сэкономить бюджет использует уже г-5 самарский в результате комбинирования получают более дешевую продукцию но при этом сохраняя качество значит следующий сейчас самарский гипс покажу чтобы я никого не обманываю что я пользуюсь именно им вот он самарский гипс сейчас буду оттуда брать и замешивать здесь все видно так для того чтобы замешать беру тару специально это тара под гипс отдельная чашка ставлю на весы чтобы весы не портились значит его пищевую пленку включая весы весы сейчас должны показать нам нулевое значение беру гипс какие пропорции будем замешивать гипсом гипс я замешиваю на 1 килограмм гипса 666 грамм воды вашем случае в каждом регионе просто отличается вода может быть по-другому пропорция посчитана как узнать много воды вы льете или мало примеру если жидком состоянии гипс находится у вас больше 10 минут значит количество воды необходимо сократить отмеряем гипс так про отливку еще один момент чтобы поскольку мы отливаем вручную нам необходимо визуально поделить нашу модель и буль будущую силикон или будущую отливку на три равные части а то есть и залить из нее одну треть то есть раз два три и заливаем мы всего одну треть я точно знаю что на эту отливку мне потребуется кило 200 грамм гипса но предположим что я не знаю и сегодняшний только первый раз обкатываю и думаю сколько же мне потребуется и чтобы хорошо и качественно обкатать его в руках я замешиваю всего одну треть то есть 500 грамм гипса замешиваю для чего это делается делается для того что в процессе обкатки в руках материал который будет заливаться форму позволил пузырькам выходить из углубления и по внутренней если сразу я бахну примеру две трети то есть поделю на три части и две трети залью материалом то наша наша силиконовая форма заполнится практически полностью и пузырьки не смогут выйти как бы и не вращал не перекатывал руки в руку до нашу фигурку материал закроет пузырьки там и они останутся это скажется на качестве поэтому сделаем вид что я не знаю сколько материала необходимо мне для отливки и буду замешивать постепенно включаю весы еще раз выключились и засыпаю 500 грамм отмеряю 500 грамм на эти 500 грамм мне необходимо 333 грамма воды убираю тару с гипсом и миру тару для замешивания моем случае это обычное пластиковое ведро но не совсем обычно она гнется то есть черный пластик позволяет гнуться ведру нашим она не прямой благодаря этому наша тара под гипс под замешивание гипса легко чистится и долго живет но не трескается и не ломается обнуляем снова тару тару весы показ по нулям и заливаем туда 333 грамм воды еще раз почему все по весам если вы хотите контролировать качество и точно знать сколько необходимо материалом на каждую отливку что в дальнейшем посчитать экономику вы должны учитывать каждую метрику то есть сколько материала сколько гипса сколько воды таких пропорциях замешиваем здесь 333 грамм дальше у нас есть вода в отдельной таре и отдельно есть гипс и теперь замешиваем чем будем замешивать будем замешивать венчиком это очень важно есть два варианта вот этот дает очень много пузырей и им работать неудобно особенно на то есть он но так покажу на дне плохо материал перемешать если его особенно небольшое количество залили примеру на дне вот так вот материала и вам она перемешать он плохо его перемешивать образует большое количество пузырей много комков качество смеси плохое вот этот венчик обладает очень хорошей упругостью им очень удобно работать у основания нашей дна нашего ведра он гораздо качестве перемешивать материал в итоге получаем меньше количество пузырей меньше комков качестве не отливка замешиваем берем наш венчик опускаем его в ведро с водой и начинаем перемешивать болтать нашу воду кружить ее потом небольшими частями добавляем туда гипс обязательно работаем средствах индивидуальной защиты используем респиратор используем перчатки и используем фартук вот таком состоянии получилось у нас смесь видно нет жиденькая достаточно вашем случае может показаться что нам много воды все зависит от региона следующим этапом открываем форму и просто в нее заливаем вот прям вот так вот залили и устанавливаем нашу крышку ног но за пробку мы не ставим для чего это делается делается для того чтобы мы могли контролировать весь процесс отливки то есть перекатывая когда материалы стороны в сторону мы точно понимаем где мы отлили где материал форму обкатал а где нет неважно какой материал будет использовать гипс это будет или полистон если у вас отливка происходит вручную то эта процедура или операция повторяется каждый раз то есть просто нам необходимо перекатывать материал по поверхности стенки чтобы материал остался на вертикальных стеночках наши отливки наши силиконовой формы при наличии отверстия в дне или в основании это делать очень удобно если оно было бы глухое мы бы это не видели то есть если бы им просто бы закрыли крышкой мы бы не видели как формируется толщина нашей стенки на ранних этапах когда у вас нет опыта это очень важно вы поймете как правильно отливать то есть при наличии отверстия если отверстие сделать слишком большим то материал будет вытекать как вы только наклоните его сюда материал будет скатываться поэтому диаметр отверстия должен быть не больше 50-60 миллиметров здесь я рекомендую опираться именно на размеры ваших отлива чем больше отливка то тогда 50-60 если к примеру ваша отливка совсем маленькая то 50 60 миллиметров это будет ли не много примеру если мы возьмем уши видите гипс уже начинает постепенно твердеть и надеюсь что видно все таки на кемпе и перестает скатываться с вертикальных поверхностей то есть становится более густой вот сейчас мы должны сделать следующее как он только перестанет стекать станет густым мы сделаем следующее повращаем еще вот так вот распределим оба поверхности следующим образом вообще форма предназначен для отливки на станке но если есть необходимость можно отливать ее вручную как я сейчас показал все гипс наш перестал стекать он стал густой остался на вертикальной поверхности на поверхностях теперь нашим следующим этапом что мы делаем все замешиваем вторую часть снова то же самое пока он жидком состоянии опять устанавливаем весы на нули отмеряем количество гипса снова 500 грамм тут 300 500 убираем берем ведро ставим обнуляем 333 берем наш ведро снимаем берем венчик высыпаем перемешиваем таким образом чтобы не было у нас комочков выливаем все убираем ведро теперь устанавливаем нашу пробку чтобы сформировать наше плоское основание у меня обычная пробка это точно такая же часть ламинированной дсп закрываю был такой вопрос комментариях какой материал стоит использовать для маленько подтекает лучше конечно что пробка ваша была силиконовая но ничего страшного нету силикона можно ее использовать какой материал стоит использовать для оснований вот эти вот для плоских для днушек так скажем некоторые используют фанеру некоторые используют стекло некоторые используют пластик значит пористые материалы такие как фанера дерево сразу стоит исключить поскольку они впитывают себя влагу и через некоторое время пойдут просто волной но это нам ни к чему наша задача чтобы наше дно оставалось плоским вот поэтому для дна используем ламинированное дсп дсп сам по себе материал дешевый есть везде где можно взять бесплатно если вы придете на мебельную фабрику то у них куча таких обрезков и они вам дадут бесплатно небольшого размера обрезок вы дальше уже его сделайте под свои цели нужды и задачи сейчас просто наша задача еще раз повращать все это дело перекладывать поскольку мы точно знаем что толщина стенки которая сформировалась нам уже достаточно и сейчас следующим этапом когда залили второй раз и обкаты нам необходимо сформировать просто дно все просто вращаем и перекладываем из руки в руку но после того как вы чувствуете что скоро гипс уже затвердится можно просто перевернуть нашим нашу отливку на основании и оставить его в таком виде до полного высыхания полное высыхание после заливки второго слоя составит порядка 20 минут через 20 минут эту форму можно будет разбирать не доставать готовую отливку следующий этап это у нас будет сушка сколько времени сохнет готовое изделие если мы не используем принудительную сушку то изделие нашим из гипса размером 35 сантиметров сохнет приблизительно неделю 5-6 дней раньше вам может показаться что изделие высохла но это не не так то есть у нее останутся где-то толстые элементы толстые части которые не просохнут в результате на этапе покраски это легко проявится отделением краски в этих местах то есть 5-6 дней в естественных условиях используя естественную сушку вам потребуется для того чтобы изделие полностью просохла после того как изделие просохла вам необходимо будет его зачистить как зачищать почему именно на сухую зачищаем и все что с этим связано не расскажу в следующем видео